У нас сегодня на обзоре Akami R120, робот пылесос со всеми нужными функциями. И изюминкой, даже с несколькими, вот с них и начнем. Первое что понравилось, дизайн. Объемные соты на корпусе выглядят стильно и современно. Ничего подобного в других роботах не видел. Еще бы хотел точно такую же, но белую версию, они более практичны, на них меньше видна пыль. Робот имеет низкую высоту 9,6 см, а это значит что он заедет под практически любую мебель. И при этом в нем есть башня лидара с TOF сенсором. TOF сенсор позволяет точно оценивать расстояние до предметов, это очень важно в роботах пылесосах. Благодаря ему робот и карту строят точнее и препятствия объезжают лучше и уборка происходит быстрее. Я в принципе не рекомендую брать роботы пылесосы без этого сенсора, все таки он влияет на большое количество параметров уборки. Еще у робота есть сенсоры в передней части, датчики высоты, чтобы не упал со ступенек если у вас дом, 2 боковые щетки, комбинированный ролик, резина плюс ворс, высокие колеса. Позволяющие преодолевать небольшие препятствия обычно до 2 см, а также выезжать из разных передряг. Гладилки, сушилки, штативы в студии есть, наклонная поверхность робот пылесос может застрять. А так приподнял лапки, колесики и съехал назад, поехал дальше по своим делам. Пылесборник на 600 мл. Есть еще комбинированный контейнер для влажной уборки. В нем пылесборник поменьше, но есть еще емкость для воды на 360 мл. Станция самочистки тоже выполнена в виде растянутой соты, под стать дизайну робота. Она заряжает пылесос и собирает мусор из его пылесборника. В корпусе есть отсек с одноразовым мешком на 3 литра. По моему личному опыту такого мешка обычно хватает на 2 месяца использования, это минимум, а так приложение вам пришлет уведомление когда его необходимо будет менять. И нашлось место под универсальный инструмент для очистки и срезки волос, разве что расчески с крючками не хватает, чтобы было удобнее снимать волосы. А теперь как все это дело работает на практике. По сухой уборке робот может похвастаться высокой силой всасывания, до 5000 паскаль. Если вы выберете в приложении максимальную силу всасывания. В любом случае все роботы пылесоса предназначены не для наведения, а для поддержания частоты. Алгоритмы натренированы на проезд по темным пятнам ковра, датчика высоты заклеивать не нужно. Робот если и дотрагивается до стен передним бампером, то только в поворотах или углах, а вдоль стен ездит не касаясь. Неплохо справляется и со сложными препятствиями. Вот например он решил переехать ножки сушилки, еще и кошка мешала. Потихоньку вырулил и выехал. После уборки робот заезжает на станцию, она высасывает всю пыль из контейнера и заряжает пылесос. А вот скорость парковки не рекордная. Интересный момент, контейнер имеет и место откуда высасывается пыль и контакты зарядки. Нередко роботы пылесоса идут с зарядкой с другой стороны, то есть он сначала заезжает одним местом для того, чтобы пыль всосалась с зарядной станции, потом выезжает оттуда, разворачивается и опять заезжает. Здесь такого нету. А вот в контейнере для влажной уборки зарядных контактов нет и заряжаться робот не сможет. После окончания уборки робот останавливается возле зарядной станции и ждет пока вы извлечете контейнер, поставите контейнер для сухой уборки и затем робот по нажатию кнопки запаркуется. Что касается комбинированного контейнера, то да, неудобно, что станция с него не высасывает пыль и приходится ее удалять вручную. Но вот что касается замены контейнера, то если нет функции очистки и просушки швабры, а здесь такой нет, то в любом случае после каждой уборки необходимо снимать тряпку, промывать ее, вешать на батарею чтобы она высохла и только потом устанавливать и заново пользоваться роботом, а то тряпка сама по себе завоняет. Функция влажной уборки здесь не для помывки полов, а для протирки от пыли и такой вариант отлично заходит аллергикам. Вода подается на тряпку, которая тянется по полу. Из интересного в режиме влажной уборки пылесос ездит вперед-назад сворачивая в стороны. Рисунок его движения повторяет букву Y. Таким образом протирка получается несколько эффективнее. Функции определения ковров нет, так что подача воды отключаться не будет. Ну вот из истории уборки. Площадь была уборки 55 квадратных метров, пылесос в режиме сухой уборки убрал за 65 минут, при этом на максимальной силе всасывания осталось 35% заряда батареи. Но если зарядки не хватит, робот пылесос заедет, дозарядится и затем продолжит уборку до конца и уже потом поедет полностью заряжаться. По влажной уборке, если брать ту же площадь в 55 квадратных метров, то робот пылесос убирает уже дольше, около 100 минут. При этом задействуется вот этот специальный алгоритм Y-образной уборки, то есть когда натирается поверхность скажем так более качественно. Но расход батареи при этом меньше, остается 70% заряда у робота пылесоса. При этом воды в среднем уходит на площадь 55 квадратов чуть больше 100 миллилитров. Боковые щетки снимаются и чистятся легко, то же самое касается и валика, боковые крепления снимаются и процедура удаления волос не составляет труда. У робота из станции уж очень ярко горят салатовые лампочки. Ночью получается такая хорошая подсветка, которую к сожалению через фирменное приложение отключить нельзя. Помогла черная изолента, тут, тут и тут, куда же без нее. Разработчикам информацию передал, пообещали пофиксить с грядущими апдейтами, а так это не первый робот пылесос в котором я заклеиваю индикаторы. У фирменного приложения простой и понятный интерфейс, который я уже видел в других моделях пылесосов. Привыкать не пришлось. Строится полная карта помещения, можно размечать комнаты и выбирать стиль уборки в каждой комнате или запускать уборку в конкретной комнате. Имеется ручное управление, есть удобная функция поиска робота, если он заблудился, а на карте вы его найти не смогли. Можно настроить расписание уборки, выбирается время и день, в конце получите уведомления, например уходите на работу и уборка запускается автоматически. Регулировка силы всасывания минимальная, стандартная или максимальная, они доступны только на сухом контейнере. С влажным контейнером выбирать силу всасывания будет невозможно, так что запускайте сначала робот пылесос с сухой уборкой, потом меняйте контейнер и запускайте влажную. Есть русский языковой пакет плюс настройка уровня громкости. Динамик очень громкий, поэтому громкость у меня практически на минимуме. Можно посмотреть историю уборок с картой, площадью и временем уборки. А вот как посмотреть остаток срока службы расходников я не нашел. В комплекте поставки помимо робота пылесоса с сухим контейнером, станции самоочистки и контейнера для влажной уборки с тряпкой еще идет дополнительный комплект боковых щеток, пульт дистанционного управления, который будет актуален людям не желающим запариваться с приложением, запасной фильтр, тряпка и мешок для сбора пыли. Аками R120 обладает всеми базовыми вещами необходимыми роботу пылесосу. Это мощная сила всасывания, лидар, влажная уборка, зарядная станция с функцией самоочистки. В довесок вы получаете стильный дизайн и необычную схему влажной уборки. Обычная стоимость робота пылесоса на официальном сайте 80 тысяч рублей, хотя на момент записи ролика производитель его продает со скидкой. И итоговая цена 60 тысяч рублей. Если захотите узнать больше информации или купить робот, ссылку оставлю в описании. Какой робот пылесос в районе 60 тысяч российских рублей выбрали бы вы? Пишите в комментариях к этому видео. Будет интересно почитать. Только давайте определимся. Пусть это будут модели 2023 года, чтобы было справедливо. А то старые модели, прошлогодние, могут быть на сильных скидках. И тут как бы сравнивать не совсем корректно. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok